всем доброго время суток с вами евгений воровин и сегодня мы с вами свяжем вариацию мушки стимулятора под названием формулятор для этого нам потребуется крючок от фирмы арок серии fw530 10 размера устанавливаем его в губки тисков и приступаем к монтажу монтажную нить я использую от фирмы semperfly на носилках 180 немного навещаем монтажную нить и зафиксируем на цвее излишки отрезаем монтажную нить отводим до загиба крючка до точки крепления нашего будущего хвостика мушки для хвостика и крыла мушки мы будем использовать мех оленя отрезаем пучок выравниваем в ступке и фиксируем на цевье длина хвостик у нас будет равняться ширине загиба крючка отмеряем ширину перехватываем к точке крепления набрасываем монтажную нить сильно не пережимая первые витки чтобы не распушить сильными и потихоньку проматывая мех по цевью по направлению колечку аккуратно что смогли подхватили что не подхватили удалим сейчас аккуратненько подводим монтажную нить к точке крепления аккуратненько фиксируем и более плотненько уже проматываем по направлению колечку еще раз ну а сейчас излишки можем удалить можем немного монтажной нитью прикрыть еще остатки меха и далее приступим к фиксации следующего материала это пенка пенку я также использую от semper fly черная два с половиной миллиметра монтажную нить вернем к точке крепления хвостика далее мы берем кусочек пенки шириной примерно 45 миллиметров и фиксируем точки крепления хвостика поверх цевья и переводим монтажную нить немного вперед хвостик можно немного даже приподнять монтажной нитью таким способом подведем монтажную нить под низ ну а далее мы приступим к фиксации следующего материала а именно перо из седла петуха я буду использовать перо из седла петуха цвета grizzly golden straw размера 16 фиксируем перо подводим также к точке крепления хвостика под самый загиб далее мы закрепим материал для формирования тела также от фирмы semper fly dry fly poly yarn цвета golden olive фиксируем на цеви проматываем также точки крепления хвостика на ближе к загибу возвращаем монтажными нить немного вперед вот остатки материалов меха также можно немного перекрыть еще чтобы они на дальнейшем не мешали не торчали из под другого материала и начинаю формировать телом ушки фиксируем монтажной нитью и излишки отрезаем ну а сейчас начинаем формировать ёршик по телу мушки и проматываем по направлению колечку и излишки удаляем верхнюю часть ёршика мы можем удалить перед тем как накрыть пенкой и закрываем пенкой проматываем монтажную нить фиксируем пенку по направлению к колечку и возвращаем немного обратно далее в подкрылок установим кристалл флэш от сэмперфлай цвета пэрл далее подносим к точке крепления и фиксируем поверх цевья и излишки удаляем длину оставим примерно равной длине материала доходящей до кончика хвоста а далее приступим к установке непосредственно самого крыла мушки выровняв мех в ступке мы подносим его к точке крепления длина крыла у нас будет примерно длина равна длиннее доходящей до конца хвостика может быть чуть меньше подносим к точке крепления и фиксируем на цевье излишки материала удаляем излишки материала удаляем промотаем немного шумотажной нитью и зафиксируем еще один элемент это кремовый белый поля ярн от имперфлай фиксируем на цве сверху где-то какие-то излишки меха можно удалить также мы подравниваем по длине сам наш полярн чуть меньше длины основного крыла чуть меньше длины основного крыла далее мы зафиксируем перо из седла петуха того же цвета гризли голден строу так вот так вот и и И теперь добавим немного даббинга. Даббинг я использую Kauffman. Цвет Golden Stimulator наносим на монтажную нить. И закрываем все наши торчащие элементы. Ну а теперь приступим непосредственно к формированию самого ершка. Фиксируем монтажную нить. Излишки отрезаем. Ставим с вами финишный узел. Монтажную нить отрезаем. Отрежем теперь нашу пенку остатки. И наша мушка-формулятор готова. Всем спасибо за внимание. Надеюсь видео было вам полезным и интересным. И до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...